Продолжение. Тут ко мне на медне зашел Сергей, говорит, железом разносим, это для этих самых памяток. То есть памятки эти я сделал несколько лет назад, я их даже сейчас не перечитывал, я ему размножил, а копия, ну то есть на этом ящике распечатал. А эту памятку оставил тут. Значит, что здесь, я когда-то может быть, но что-то вы уже почти все это знаете, да. Вот, но повторять, я сейчас начну сейчас, поставить воду, пошло-поехало, все вы уже знаете, допустим. Или должны, по крайней мере, знать большинство из вас. Я вот только выделю, что. Я только, кстати, обрезка за вас делается. Если, никогда не просите профессионала, даже если он профессионал, и даже если он, тем более перекупщик, делать обрезку. И раньше как возмущался, все торговцы на рынке, на всех один секатор, и то это самое, может быть, ногти стригать. Вот. А я говорю, как они не делают, как так, ведь человек дилетант, он никогда не сделает сам обрезку. Сколько людей меня уговорило, не режьте, ради бога, я сам сделаю, я уже вижу по глазам, не сделает ни за что. Ему кажется, что я дерево калечиваю. А я возмущался, значит, профессионал должен, сперва возьми деньги, потом обрежь, а теперь я понял, хоккей, профессионалы. Ладно. Это одно замечание. Теперь, яблони и сливы можно посадить в уровень землей, после посадки не должно быть никаких углублений. Заметьте, яблони и сливы, землю трамбуют, ну и так далее. Абрикосы и сливы только на заранее подготовленный пологий холод. Ну, понимаете, это памятка, если бы я по-настоящему все это развил, ведь можно делать 20-10 сантиметров хоккей. Мы небольшой делали еще, почему, там склон был. Но если все это описывать здесь, получится что? Книга. Правильно? Кто станет читать книгу? Поэтому для нас с вами должны быть уже какие-то нюансы. И вот, теперь, мы с вами уже другой уровень, более высокий. Что это значит? Что мы должны знать? Почему мы должны знать? Потому что это приведет к тому, что вы будете учителями, друзья. Вот, компьютерские станут садоводами. Если молодые, то поступят сельхозвузы. Вас там ждут, да? 9 тысяч зарплата. Смотря где? А где больше? В регионах, где садоводство это не рискованное земледелие. А где у нас не рискованное земледелие? В Крыму, в Краснодаре. Все. Ладно, поехали. Итак, с этим разобрались. Но, тем не менее, вам предстоит стать учителями для своих детей и для соседей. Но, что надо знать, очень важно. А может быть, кто-то и действительно это. Вот, я 51 год вышел на льготную пенсию, и тогда только стал профессиональным садоводом. 51 год. Большинство из вас моложе, так что у вас все впереди. Почему здесь написано, семена яблоня и кусочек рослива? В одну объединил кучку, и косточку, абрикос косточковый, и семенную грушу в другую группу я объединил. И укажут свои условия. Здесь-то мы не боимся, что сгниют, а здесь боимся. Объясняю вам, так как понимаю сам лично, то, что мне во сне приснилось, образно говоря. У меня мозги ночью никогда не спят. Кусочек мозга. Так вот, когда-то появилось прадерево. Допустим, что-то среднее между яблоней и грушей. Это было не яблонь и грушей, было просто дерево. Оно дало, я так образно, оно дало урожай. Кстати, появилось сразу. Я не оговорился. Не из-за этого где-то там появилась вначале тростинка, а потом она выше, выше, выше. И каждая ошибка приводила к тому, что выше, вот. Это отдельный разговор, ладно. Но по железу оно появилось сразу, внезапно, вот. Ну как внезапно? Вот не было, и вот оно есть. Историю вдаваться пока не буду. Когда-нибудь расскажу и это. А пока вот оно появилось. Допустим, место было средненькое. Дало плоды, еще не погибло. Может, попыток таких было много. Может, их было сотни. Так же, как мы садоводы. До нас были садоводы, мы просто об этом не знаем. Вот. И вот садоводы посадили культурное дерево. Оно дальше было предоставлено само себе. Еще раз говорю, не одна попытка. Они наверняка погибали. Сотни попыток. И вот однажды оно дало все-таки плоды. Плоды растащили животные и птицы. Проходящие мимо лось, жираб. Съел яблоко. Отошел на километр. И оно прошло через желудок. Через кишечник. И почему-то это семечко, заметьте, готовое. Готовое. То есть, сегодня это для данной местности, для планеты Земля. И вот оно попало на Землю и зашло. А там, под землей, где-то 3 метра до воды. И вот оно же не одно. Второе попало там, где до воды метр. Есть подземные озера. Мы о них ничего не знаем. Мы настолько слепы. У меня-то легче. Я-то с этими работаю. С рамками. А все слепые. А если ученым скажи, возьми в руки рамки, он вы знаете, куда пошлет? Ну, догадались, да? Куда вас пошлет? А еще одно пошло. Там, где до воды 20 метров семечко упало. Так это попало там, где до метра до воды. Оно просто сгнило. Корень сгнил и пропало. Оно еще ни яблони, ни груша. Там, где 2 метра. Я образно, цифры средние. Вот. Смотришь. Оно успело вырасти. Так. А семян не дать. И начинается гнивать. И вдруг от корень, в сторонке где-то метр-двух, оно небольшое еще. От корня вылез побег. А это называется корневой отводок. А этот корневой отводок имеет точно такой же возраст, как яблони. То есть, если до этого яблоневая груша или грушевая яблонька прожила 3 года, не успела дать урожай из семечка, накиньте еще 2 года. И вдруг на третий год зацвела, она уже в виде отводка. А она не успела. Она успела дать семена. Именно вот этот вариант. Так. Ладно, с этим понятно. А дальше она пошла, эта яблоня, гулять по всей планете. Возможно, сейчас на планете существуют яблоньки в миллионной летней возрасте. Потому что, передвигаясь с помощью корневых отводков, яблони, сливы. Видите, вторая слива. Так. Вишни. Здесь надо, думаю, вишню добавить. Но вишню Сергея не распространяет, поэтому ее тут нет. Так вот, вот эти вот виды, они спокойно могут урожиться на вашем участке, если вам не повезло, и у вас близко грунтовые воды. Или здесь живет там, вы на одном конце участка, какая-нибудь подводное озеро, и они погибают. Допустим, груши, яблони живут. Так. И тем более живут там, где до воды 8-10 метров. У меня, например, 7-6. Вот. А вторая, как бы его назвать-то, сортообразец, его отнесли в другую сторону. Птички их склевали, мышь утащила. Вот. И оно взошло, где-то, будучи съеденное где-то под землей. Ну, чем дальше, тем лучше. И попало, и выжило. А там до воды 20 метров. И она прекрасно плодоносит, прекрасно вырожает, дает. Каких? Уже склонностью вот к этому. То есть повезло с местностью, повезло с почвой. И вдруг оказывается, между ними уже расстояние не метра, а километра. То есть расширяется, как бы, сад яблони сливовый. А те, которые пошли в одну сторону, они стали яблоками, а потом пошли в другую, стали грушами. До сих пор гадаю, почему груша форма яблони, этого самого. Кроны. Нет. Форма лампочки. А яблоня круглая. Но прядки были одинаковые, например, круглые. Ладно. Итак, стали яблонями, грушами. Приваются друг на друга, остались родственниками. Но мы имеем возможность садить яблонь там, где близко к грунтовой воде. И мы не имеем такой возможности груш садить. Им нужно обязательно несколько метров до воды, иначе просто груш у вас не будет. И мы еще с помощью холма приподнимаем, можем, до полуметра. Вот. И тем более приподнимаем, что именно абрикос и груши слабее корневая шейка на выпривание, слабее основание штамба. Которая оказывается, если по дурости посадите в углубление, она в углубление, ранней весной заполняется водой. Я вам покажу чуть ниже. Или просто затапливается. Мы были сегодня у Марины. Она нам показала участок, который каждую весну затапливается. Говорит, там ничего не растет. Было? Да. И у вас такое было и будет. У многих. Значит, что? Абрикос и груши только холм. И прекрасно будут себя чувствовать, если до воды хотя бы 4-5 метров. Фух. А остальное читайте сами. Если я начну сейчас каждую строчку комментировать, это еще 50 вебинаров. Это не шутки. А здесь все уместилось на одну страницу. Так. Очень хочу развести свой сайт. Сейчас поймете, к чему я. Который приносил бы радость и удовлетворение. Стала искать информацию. Вышла на вас. Поняла, что ваше знание и опыт нужны для успеха. Есть же люди, что ищут. Вы знаете, почему? Я вот упомянул, что. Потом я ниже покажу. Один из сайтов. Почему резко упала цена. Я уже говорил, почему. Там. Железа виноват. Научил людей. Вот. Поменьше обращаться. Но это ладно. А главное-то не это. Количество садоводов в абсолютных цифрах уменьшается с каждым годом. Я думаю, так процентов на 10-20 каждый год. То есть еще немного. И вебинары смотреть будет некому. И так мало. Вот. Я смотрю, вот еще один меня нашел. Но два забыли. Как? Потому что Конора покойник, он меня помнить не может. А второй уже руки опустил. Вот. Потому что посмотрел и говорит, как некоторые, 67 лет. Если бы я знал раньше. Поздно. Я не успею. Некоторые еще умудряются. Ну ладно, ради детей, внуков я еще последний раз дернусь. Таких все меньше. А сайты почувствовали и сбросили цены, либо продать. А их наоборот. Почувствовали халяву. Ну смотрите, я вам потом покажу. Ну какой питомник российский, даже с нищенской зарплатой сотрудников, при всех этих ценах, может продавать саженец по 300-400 рублей. Это какой ему нужен маточный сад иметь, ведь саженец из почки растет. При наших соревнованиях мороза. Если он настоящий, вот допустим, Юлия Матвеева пытается его растить. Я давно не общался, да, в Омской области. Может получится. Но у нее, сразу говорю, у нее саженец должен стоить где-то от... Это у нее с ее знаниями. Ну не привитая тысяча, а привитая от двух до трех. Это чтобы выжить. Понимаете, я не шучу. Это при том, что у нее есть еще моя школа. Вот один из примеров. Теперь так, смотрим. Это касается тех, кто знает разговор, что касается семян. Почему? Потому что семена, это как потом оказалось. Вы знаете, я сам считал, что... Я искренне считал, что... Цифры-то в голове сидят, что абрикос плодоносит на 8-10 год. У меня жердели на 3-й, 4-й. Сеянцы, сеянцы. А абрикос манчжурский бывает на 3-й, а так 4-й, 5-й. Это что, долго? Привитые почти столько же. Бывают привитые, он прям питомник засветает, даже однолетие. Но привитые – это особый случай. Ладно, читаем. Вот список, да. Заказываю пальцы в небо. Неразумно для новичка. Осваивать прививку буду, наш человек. Калуга, наш человек. Там все вырастет. Знаете, некоторые говорят, в эту сторону Москвы все растет, в эту ничего не растет. Где они могут таким местам находить, где ничего не растет? А я нашел. Представь себе Подмосковье. Я говорю, что это 100-150. Вот. Огромный массив, я хожу по нему. Наверху, еще более-менее, на середке, ниже все деревья, северный склон. И все деревья покрыты мхом. Тепла нет. Конечно, северный склон, это как будто его перенесли на 500 километров на север. Примерно. И там все дохнет. Солнца мало, лучи скользят вдоль склона. Они не бьют склоны вдоль склона. Это в любом месте можно найти. И огромный дальше массив в таком месте расположен. А цветы прекрасные. Вот. Лужа, эти газоны, все хорошо. Кроме, знаете, какие там яблони и груши? Я нашел только яблони и груши, подносящие. Конец июля. Они были размером, ну вот фигушку вот показать. Вот эти фигушку, сколько торчит, когда фигушку показываешь. Вот большого пальца одна фаланга. Скрученные на бок все, в конце июля. Представляете? Все такие были. И наверху были, где просто изувечили деревья так, что все покрыто паршой и мхом. И такие деревья нам показывают, еще учат нас это, показывают такие деревья покрыты мхом. И, видимо, это стало уже нормой для них. Они даже не замечают. Даже те, которые называют себя этими специалистами. Фильмы показывают, телеканал Бобер с двумя этими полграмотными. Ладно, не буду. Пошли дальше. Итак, Королевский. Калуги. Дойти до поглошения может. Ассорти номер один, десяти деревьев. Там Королевский, Серапим. Это еще пока не есть у меня. Амур, Артем, Бай, Рыжий, не Рыжий. Полосатый, Крапинка. У меня уже образно. Вот что такое, десять деревьев. Собирались все подряд. Вы видели. Мы с вами ходили, фильмы снимали. Мы по абрикосам. Тут дальний край. Там какое-то место особенное. А мы там Фаину вывышали. Супер сладкой. Вот, пожалуйста. Ассорти номер два. Ну, здесь 20-30, повезет 40 грамм. Но без них уже нельзя Европе. Потому что, если они считают, что уже это там расти не может. Это вы сказали, что там ученые сказали, что вы не занимаетесь, потому что у нас они расти не будут. Они не занимаются, потому что у них не хватит силы заниматься еще этим. Так а им абрикосы не нужны? Нужны. Я уверен. Я не знаю. У нас я никогда наука не занималась. Я уверен, что вишня сибирская штамбова, это бывшая Владимирская, завезенная переселенцами. Проявление крупности бывает. Мы вчера в Марине что сказала? Лист мелкий, она говорит. Плоды крупные. Очень крупные и очень вкусные. Да. А я ей говорю, у нее проявился, вылезли эти инстинкты. С генами черешни. Давайте вот это. Я такое высылал эти, в виде ветки, этой самой, знаете куда, аж в Калининград. Получил вот два дерева, одно получилось все-таки вишневое, оно с крупными отборными плодами, а второе черешня. А я высылал как вишня, или Сергей высылал, Сергей высылал, как вишня. Но слово с генами черешни, это волшебное слово. Можно из кости добиться успеха. Груши, ассорти, сладкие, тут я не комментирую. Ждать от 5 до 15 лет. Готовы? Покупайте. Их есть у меня. Яблони ассорти. Вот. Собрал коллекцию для вас, но кроме одного, у меня из головы Антоновка не выходит. Меня испортил к ней настроение Мичурин. А взял Антоновку, она была привита на дикарь, с Антоновки взял плоды, собирался получить новый сорт, получил дикарей. Той и он все, чтобы подвой испортил. Вот его слова. Вот. И я боюсь с Антоновкой заниматься. У меня уже Антоновка. Антоновка, ни одной семечкой не собрал. Потом, чтобы меня это, вместо Мичерины. Так, теперь, еще тут такое приписка. Напишите, пожалуйста, фирму, которая изготавливает привычные ножи. Я не помню, 51-й вебинар по счету. Может, была эта фотография, может, нет. Этот нож утерян. Ему где-то лет 10. Подарила Мараховская, где взяла, не знаю. Вот. Режет как масло. Вот. Я его потерял. И уже и не мечтал. Тем более с ножами туго. Пробовал вот такой. Ну, я могу обычным перочином, но все равно получится. Вот. Но новичкам нужен отборный нож. Вот таким пользовался, потом таким. И, наконец, мне в руки попал великолепный нож. Я считаю, на данном этапе из тех ножей, которые реально достать, пусть за границей, пусть через интернет, это вот этот самый нож. И вот, когда я, может, в каком-то фильме, и вебинары до этого были, я показывал эту фотографию, мне человек присылает вот эту фотографию. И спрашивает меня, фирма та же. Смотрите, все тоже, заклепки, все-все-все, кроме вот этого, кроме логотипа. Вот, смотрите. Но название тоже. Кер-ма-ни-зо-линген. И мне, это, то есть вы меня спрашиваете совета, где взять. А, ну, Зо-линген, известная фирма. Известная фирма, но это еще не все. Якобы есть подделки китайские. Может, они неплохие. Вопрос только в том, заточен ли на эту, на одну сторону, на две. Мне повезло, на одну. И ведь все-таки мне прислали письмо, где написано, что Зо-линген на две стороны. То есть, и такой, а как его заказать? Человек читает название. Приводится нож, и... Эх, я не успел. Жалко. Я сфотографировал нож, который больше, чаще всего попадается. Который заточен на обе стороны. Я его сейчас не найду. Ладно, если не забуду, в следующем вебинаре. Чтоб не попадались. Даже вот этому не до конца верю. Человек говорит, заказывать его. Где-то же не видно. Я боюсь сказать. Я говорю, да, фирма знаменитая. Но появились китайские подделки. Китай это или нет, не знаю. Вот, когда я читаю слово, это... Самурай где-то слово было. Меня уже вот это смутило. Вроде и Зо-линген, да? А там еще было... А самурай какое-то слово... Подозрительное. Восточное. Да, восточное. В общем, я на вопрос не ответил. Я не могу сказать, вот вам название сайта. Зайдете и закажете. Я вам просто обострил проблему. Заточка на одну сторону. Можно наточить любой нож. Даже перочины, даже советские. У нас же в советское время было. Даже при очень ножи лень была наточить. Ведь приходилось потом или по часу, по два на камушке, или давать токарю. Что такое было? Извините за такой ответ. Так. Назовите, пожалуйста, в ближайшем вебинаре время. Сколько месяцев. Цертификация кости и абрикосов. Сливы, вишни, сирешин, брошь, яблок. Если это возможно. Сливы вы говорили три месяца. Остальные. Дело в том, что, уважаемые Светланы, я для вас приготовил вот эту фотографию. Хорошо, что вы спросили, сколько месяцев, а не сколько дней. Мне могли бы даже написать, сколько часов. И это может быть. Смотрите. Вот это вот я сделал фотографию. Не для вас, но так получилось. Недавно начали фасовать из этой банки. Мать честная. Она стоит в холодильнике. Вон в холодильник. Вот. И прижатая к стенке. Что мы имеем? Замерзли. Они не замерзли, они живые. Для них это замерзли. Это тьфу. Дело-то в другом. Дело в том, что я с помощью этой фотографии показываю, что такое хранение. Вот здесь вот. Я вам показывал фотографию. Вы могли, друзья, забыть. А вот, да, именно вот эта дама, да, Светлана, кажется, да. Вы могли ее просто не видеть. Там я в середине лета, я случайно банк как стоял в холодильнике, а там уже было в сыром песке, и она была вовремя поставлена сертификацию. Где-то в июле. Я там показывал эту фотографию. Но вы могли не знать. И там, когда я вытряхнул, я сфотографировал. Там всего две косточки проклюнулось. Остальные так и спали. Я мог еще на год тогда их оставить. А почему? Вот такая же картина была. То есть, при хранении 0, небольшой минус или плюс 1, они могут, их это самое, их можно даже начать сертификацию, например. Сразу как снял. Собрал в июле. Да. Но дело в том, что очень трудно в холодильнике сохранить стабильную температуру. Уже банка, которая с той стороны, а она у хода, это я на столе фотографировал, а когда она была в холодильнике с той стороны, а там плюс 6-8. И уже разница в обсходах в месяц, а может и два быть. Например, эти, представьте, что они в песке, эти спят, а те уже не просто проклюнулись, я показывал десятки фотографий, они уже и не годы к высадке. Один и тот же холодильник. Казалось бы, одно и то же. Поэтому после такого длинного объяснения я вам говорю. Итак, внимание. Я храню, правильно, сливок 3 месяца, но отсчет должен идти от места, от другого конца. Отсчет времени должен идти от, когда вы собираетесь высаживать. У одних цветут деревья, у других лежит снег. И это в одной России, причем это в одном географическом поясе. Вы хоть знаете, что большая часть Сибири, вся Южная Сибирь, Москва, это все один пояс. Ну, там светет, а у нас еще снег лежит. Вот так. И что получается? Я обычно пишу 2-3 месяца. Чего бы это ни касалось. Это не касается. Черешин никогда не садил, понятия не имею. Есть этот самый интернет, которому я, кстати, не верю. Почему? В интернете дают завышенные цифры. Сливы, допустим, 120-150 дней. Фактически 5-6 месяцев бывает. 108 дней может быть написано. Вишня, черешня может быть такой же срок. Абрикосов может быть не 2 месяца, как у меня, а 3-4 месяца. Почему? Да потому что кто-то опыт и ставил при нулевой температуре, а мы ее обеспечим. Не можем в наших холодильниках и погребе не можем. Сколько раз? Закладываю плюс 15. Ну, какое это? Ну, я про это уже рассказывал. Продолжение следует... Продолжение следует...